Большая одесская стройка продолжается в одесском аэропорту комендантский час. Это, конечно же, очень серьезное утверждение, бояться его не стоит. Но, тем не менее, с 11 часов утра и до 5 вечера, 13 февраля, наш аэропорт был закрыт и на прием самолетов, и на отправление. Разумеется, все это связано с продолжением строительства взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек. В 2020 году все работы уже должны быть совершены, профинансированы. По причине строительства полосы одесский аэропорт не смог принять и, соответственно, отправить самолеты из Минска, Варшавы, из города Дубаи, из Стамбула. В некоторых случаях авиакомпании беспокоились о своих пассажирах, сообщали заранее о том, что ваш рейс перенесен, он будет отправлен позже. Иногда даже приносили извинения, но вот нам попались пассажиры, улетающие из Одесского аэропорта, для которых мы встретились в пустынном стане терминала Одесского аэропорта с пассажирами, которые не знали о том, что их рейсы перенесены. Они приехали, и для них это было где-то даже шоком, что как же так, рейса нет, что случилось. Давайте послушаем их прямую речь. Наши собеседники не смогли вовремя улететь в Минск и в Эмираты, соответственно. Я лечу в Москву через Минск с пересадкой. Хорошо, что большой интервал ожидания в Минске, вылета на Москву. Я просто бы не успел, опоздал. Предупреждали о том, что... Вообще не предупреждали. Я покупал через онлайн-сервис билеты. Приехал сюда. Смотрю, моего рейса нет, потому что другое время. Я думал, что это другой рейс на Минск, но разобрался. Более того, ребята на кассах как-то отвечают, с них надо вытягивать информацию клещами. Сегодня перенесли мой рейс. Он был на 15.30, но почему-то на 18.00 его перенесли. Я лечу в Дубай. Поставили известность вас? К сожалению, нет. Я узнал только на информационной стойке. Какой у вас перевозчик? Какой оператор? Fly Dubai. То есть вы приезжаете, вам говорят, что не будет самолета, ваша реакция. Я подумал, что зачем я приехал вообще, почему никто не известил об этом. Впрочем, информация о том, что в Одесском аэропорту активизировались работы по строительству полосы, появилась еще вчера. Ее, в общем-то, хедлайнером этой информации стала компания Viser, которая неожиданно для всех сообщила о прекращении, скажем так, при остановке полета в Одессу с конца марта до начала июня. Для многих это было шоком. Уже пришлось одесситам самим додумать, в чем же причина. И только вот вечером 12 февраля стало известно, это самая причина, почему Viser временно уходит, а точнее переносит рейсы из Одессы в другие города. Это в Киев. Очень много трудностей возникло у пассажиров, которые уже купили билеты на март, апрель, май. Давайте послушаем нашу коллегу Дарью Сидоровскую, которая собиралась спокойно отправиться в один из городов, который совершает перелеты компания Viser, но что-то пошло не по плану. Далее прямая речь Дарьи Сидоровской. В марте месяце я должна была лететь на три дня в Венгрию, причем у меня получалось, ну с учетом перелетов, полноценных два с половиной дня в Венгрию, в Будапешт. Я хотела показать дочери город, чудесный, красивый. И я там уже была, и поэтому знаю, как быстро, что интересно показать. Но из-за отмены рейса из Одессы рейс перенесся на с Киева, я должна вылетать. И у меня получилось так, что я прилетаю 28-го, 29-го вернее прилетаю и улетаю 30-го. Это по сути один день, и находиться в Венгрии не имеет никакого смысла. Ехать в Киев, тратить деньги на дорогу за двоих туда, в Киев, обратно, плюс по Киеву, это какое-то либо такси, либо маршрутки, это плюс затраты. Компания Viser, как известно, вечером отреагировала на панику в рядах пассажиров, уже купивших билеты. Предложила варианты переноса даты, предложила варианты компенсации стоимости проезда, ну и зачисление некой суммы, суммы превышающей стоимость билета на счет, дисконтный счет пользователя авиалиниями Viser. Но для этого должно пройти некоторое время, тоже есть неудобства. Ну, в принципе, те люди, которые решили все-таки сохранить билеты и воспользоваться полноценными услугами компании Viser, уже столкнулись с этими проблемами. Давайте послушаем продолжение истории от нашей коллеги. В Венгрии пришлось поменять отели, потому что сместились и количество дней, и сами дни сместились проживания. И отель, в котором мы забронировали с дочерью проживание, там на три ночи, не может нас принять четвертую ночь. И нам пришлось еще искать дополнительный отель, благо отель согласился вернуть все, возместить из-за смены. Но это тоже множество неудобств. И дополнительный, конечно же, день в еще одном отеле. Впрочем, все эти трудности, связанные с отменой, переносом рейсов, можно будет пережить, если они все-таки временные. И уже к лету, к середине лета, ну, к началу осени, Одесский аэропорт будет известен не только красивым терминалом, заполненным всем необходимым от реставрированной площадью привокзальной. Ну, и будет уже, наконец, новая взлетно-посадочная полоса со всем необходимым оборудованием. И ситуации, когда самолет по причине тумана, ветра, не смог нормально приземлиться в Одессе, они уйдут постепенно в прошлое. Виталий Хемий, Владимир Ивжич, телеканал «Репортер». Продолжение следует...